Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. Занятие у нас сегодня семинарское, мы будем обсуждать том 2 книги «Науки и логики», будем говорить о учении, о понятии, будем разбирать субъективную логику, обсудим субъективность, объективность, точнее обсудим это как раз в обратной последовательности. Меня зовут Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. В прошлый раз, да, во-первых, я хочу отметить, что, так сказать, не каждая птица может долететь до середины Днепра, и количество работ, которые товарищи присылают на проверку, оно неумолимо уменьшается. Что, как бы, для преподавателя является, с одной стороны, хорошей ситуацией, поскольку надо меньше считать и проверять, а с другой стороны, это означает, что либо товарищи не смогли, так сказать, осилить тот объем знаний, который Красный университет предлагает, ну, либо они просто потеряли всякий интерес к изучению. Ну, надеюсь, что те, кто не смогли, они зайдут на новый круг и смогут в следующий раз. Тем не менее, за, вот, на этом семинаре мною было проверено порядка 25-28, наверное, работ. Я поставил 7 зачет, кроме одной работы. Мы сейчас поговорим про, как раз, про то, те замечания, которые я сделал, и в том числе ту работу, где зачет я не посчитал, нужно поставить. То есть, товарищам, слушателям были переданы вопросы для семинара, и по традиции предлагается обсудить эти вопросы с очными участниками. Кто хочет выступить, пожалуйста, по вопросам. Ну, вот, те вопросы, которые были заданы, да, на семинар, просто выйти, рассказать, взять любой вопрос, рассказать его как-то, хоть пару, ну, раскрыть каким-то образом, хоть пару предложений сказать, и этого будет вполне достаточно на оценку зачета. Выходите сюда. Здравствуйте, меня зовут Виганова Александра. Я бы хотела осветить вопрос механизм, химизм и организм. Там был вопрос о теологии. Телеологии. Телеологии, да, извините. Что такое механизм? Это внешнее соединение частей. Это самое простое понятие, с него начинается раздел именно понятий. Чем оно отличается? Тем, что не имеет в себе какого-то развивающегося, что ли, развивающейся какой-то субстанции. То есть это чисто внешнее соединение отдельных частей. Дальше следует у нас химизм на порядок более сложное понятие, когда различные атомы складываются в молекулу, которая обладает совершенно иными свойствами, чем эти атомы обладали сами по отдельности. Мы можем это встречать абсолютно везде. Самый простой пример – это соль. И также, в принципе, вообще все, что мы не возьмем вокруг нас, в том числе, это действие химизма. Далее идет еще более сложное понятие – организм. Оно относится к жизни. Как мы все знаем, жизнь – это способ существования белковых тел. Белки берут извне все те материалы, которые им нужны для жизни, и сами выстраивают, грубо говоря, организм. Мы тоже относимся, люди, к организму. И у нас белки сумели организоваться таким образом, что человек отражает материю, имеет сознание, и самосознание себя он тоже может отражать. А в чем, как он отражает материю? Давайте вот здесь как-то поговорим. Потому что вот эти все разговоры, я регулярно слышу, что там собачки тоже отражают, кошечки. Ну, в общем-то, можно тоже говорить. Но а в чем ключевое отличие? Вот мы когда говорим, что человек – это высшая форма материи, да? В чем отличие человека от других организмов? Как говорится, самая лучшая пчела хуже самого плохого архитектора от человека. Потому что у человека в голове первоначально есть план уже, некая идея того, что он хочет осуществить. А у животных это все как раз таки инстинктивно, можно сказать, даже где-то... Как это показать-то? Почему? Вот в чем... Ну, а вот некоторые граждане начинают рассказывать, что там животные тоже, мол, это строят в голове. Мы же как бы не знаем, что... Ну, такое есть утверждение. Что вот мы не знаем, что, может быть, там эта пчела тоже уже построила у себя все в голове. Она просто как бы нам не рассказала. Но я так понимаю, что животные не могут задавать вопросы, не могут сомневаться, они просто что-то делают. Дело не в вопросах, а дело в том, как это отражение происходит, вот этого мира. Как оно происходит у человека. Мы не просто отражаем мир. Мы его преобразовываем еще. Да, но это более еще высшая деятельность. А все-таки, когда мы говорим про отражение мира, как мы отражаем мир? Я не сейчас понимаю вопрос. Ну, смотрите, когда я, например, что-то нарисовал на бумажке, я отразил мир? Ну, вот как вы понимаете отражение мира? В каком смысле? У меня какой-то слепок, что-то отпечаталось в голове или как? В мозгу нейроны соединились каким-то специфическим образом. Ну, так у собаки тоже есть нейроны в мозге. Ну, как все-таки мы, как человек, у человека есть специфический образ отражения мира. И не случайно, когда это отражение мира в определении человека за шутер. Что такое человек? Ну, это животное, говорящие, общественное, разумное, прямоходящее. Нет, нет, прямоходящего здесь не надо. Трудящиеся. Трудящиеся. Трудящиеся, трудящиеся, да. С помощью разума. Вы тут как раз перепутали немножко порядок. Обычно, когда мы говорим о человеке, самое главное, что он говорит, оно общественное. Но вы сказали говорящие. И как раз мы, а про это я и пытаюсь сейчас вот этот вопрос и прояснить. Все-таки мы выражаем, отражаем наш мир в основном в языке. Языком мы отражаем мир. И в языке, не просто в языке. То есть, я вот могу отражать там мир парта, стул, компьютер, еще что-то. Просто, например, перечислять, да. В принципе, это можно научить и попугая, как отражать мир. А мы отражаем мир в языке при помощи чего? Понятия. Да. Мы отражаем мир в понятиях. И вот вы, вот когда мы говорим, что, когда про отражение человеком мира, говорим, что это именно отражение в языке и в понятиях. И вот здесь вот именно эта форма отражения мира мы имеем в виду, когда говорим про высшую форму развития материи. Понятно. Я просто не сразу понимала вопрос. Так, что-то еще хотите сказать? Ну, что понятие само по себе это снятая сущность. То есть, мы начинаем с бытия, потом мы отрицаем бытие, погружаемся в сущность. И уже выходим с понятием, где есть и бытие, и сущность. Соединяем как бы их. Ну, смотрите, во-первых, не мы выходим, да, а бытие само начинает выходить в сущность, и сущность как бы выходит на поверхность и становится бытием. И в этом смысле это снятая сущность, то есть такое бытие, мы вернулись к бытию, да, или на самом деле сущность, не мы опять же, сущность вернулась к бытию, но через которое, просто говорить, что это снятая сущность, не очень точно. Ну, там было снятое бытие, теперь снятая сущность, все-таки это снятая сущность, это бытие, через которое просвечивает сущность. То есть в этом бытие как бы сущность светится прямо, то есть оно там есть, оно там заложено. Вот когда мы говорим, например, о, как раз вы сказали, о понятии человека, ведь мы говорим именно о понятии. Когда мы говорим, что человек это животное, общественное, говорящиеся, говорящие, трудящиеся и разумное, мы говорим именно о понятии. А почему мы говорим о понятии? Где здесь светятся сущности? Ну, сущность общественная, человек. Да, общественная сущность, она прямо здесь заложена. Мы говорим, что это животное общественное в первую очередь. И поэтому я говорил, что общественное, то, что это животное общественное, оно ставит на первое место, потому что сущность человека вообще в общественных отношениях. И это вот как раз сущность, она здесь светится во всю, мы просто про нее говорим. Хорошо, спасибо. Так, хотите выступить? Да, давайте. Каптюк Антон выбрал три идеи. Давайте. Идею благо и абсолютную идею. Значит, идея у нас мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Но она же есть цель, которая должна реализовать себя. Но она связана с целеполаганием, да. То есть просто мысль, которая... Все правильно, идея – это действительно мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Но для того, чтобы этот вопрос поставить, нужно какое-то целеполагание. То есть целеполагание в идее тоже как бы... Я думаю, она и есть как реализация. А цель – это что такое? Ну, когда я говорю, вот у меня цель сегодня провести семинар Красного университета. Что это я, о чем я говорю? Выдержать, выдержать. Ну, так, что это такое? Когда я говорю про цель, что это? Это реализация намеченного начала. Ну, это правильно, да. Скажите, что это такое? Предвосхищение результата. Да, это предвосхищение результата. Я вот говорю о том, что я хочу сделать, что будет. Я предвосхищаю этот результат, когда говорю про целеполагание. Про цель. Так, дальше идем в идею. Если мы начали, истина. Единство понятия и реальности. Есть истина. Единство понятия и реальности. Так, а почему вот это истина? Вот, наверное, да. Кстати, это я ваш ответ пытался покритиковать. Да. Так, а почему реальность тут при чем? Реальность, потому что у нас истина противолечивая. А что она вообще? Отражает. Отражает. Ну, реальность все-таки нас возвращает. Возвращает куда? Вот это реальность, это что такое? Как вы понимаете, реальность? Видимость. Нет, подождите. Видимость, это вообще вы нас сразу же вернули в сферу сущности. В самое начало сферы сущности. А реальность, это что такое? Где она появляется, категория реальности? Видимо, в понятиях. Нет, это категория сферы бытия. Когда мы рассматривали... Оно же все содержится здесь. Да, да, конечно, содержится. Но все-таки, если мы говорим про материалистическое толкование этого всего дела, то мы уже изучаем... Ну, понятно, что можно говорить реальность. Реальность, это тоже категория сферы наличного бытия. Я не понял материал. Да, это категория сферы наличного бытия, но мы говорим об объектах. Об объектах материального мира. Поэтому соответствие понятия объекту – это истина. И соответствие объекта понятию тоже истина. Это как бы... Ну, да. То есть, оно должно, как бы, получается, рефлексировать друг друга. С одной стороны так, но эту рефлексию надо... Это обратное движение надо вывести. Вот давайте как раз его и выведем. То есть, сначала это просто соответствие понятия объекту. Мы говорим... Мы выражаем понятие в языке, да, и оно должно соответствовать объекту. Если оно соответствует объекту – это истина об этом объекте. То есть, еще раз, если понятие, которое мы высказываем при помощи языка и при помощи тех категорий, кстати, в учении понятия, которые есть, да, при помощи суждений, умозаключений, когда мы это понятие высказываем, оно должно соответствовать объекту. То есть, во-первых, надо заметить, что оно должно содержать противоречие внутри себя, потому что все противоречиво. Поэтому и понятие должно содержать в себе противоречие. Потому что выражает реальный мир, реальный мир противоречит. И это первый момент. Итак, соответствие понятия объекту. Мы выразили при помощи понятия объект и установили это соответствие, что понятие, которое мы выразили, соответствует объекту. А как обратно это вывести? И это как раз связано с ответом на ваш вопрос, с теми идеями, которые Гегель изучает. Ну вот пока мы просто выразили понятие об объектах и убедились, что они совпадают. Ну, что и соответствуют. Понятия соответствуют объектам. А дальше что? Нужно отразить. Мы уже отразили, нет. Тут как раз мы же сделали. Мы отразили пока. Нет, нет, нет. Итак, мы изучали объект и выразили этот объект в понятии. И убедились, что понятие соответствует данному объекту. Таким образом, мы отразили этот объект как раз в понятиях, при помощи языка. Это сделали. И если мы это привязываем все еще к идее, к целеполаганию, то идея как раз истины заключается в том, что мир, то есть те объекты, которые вокруг нас, их нужно понять. Нужно понять человеку. И в этом смысле мы не просто говорим о том, что об истине как таковой, а об идее истины. То есть человечество вообще должно поставить целью для себя выразить объекты в понятиях. Выразить в понятиях. Ну, понятия-то и есть выразить в понятиях. Я и говорю. Да. То есть выработать понятия об объектах. Причем выработать таким образом, чтобы эти понятия соответствовали этим объектам. Это как раз и это целеполагание, и это и есть идея истины. Да. Отлично. С этим разобрались в одну сторону. А дальше-то что? Дальше. А идея блага, она откуда берется? Ну, или идея добра? Благо есть особенная цель, которая есть сама по себе истинная. Ну, посмотрите, здесь у Гегеля, конечно, много очень таких идеалистических конструкций, когда он говорит о добре и о благе. На самом деле, как мы понимаем благо или добро с точки зрения материализма? Теперь нам нужно понять, что такое благо. И здесь как раз у Гегеля, ну, Гегель, вот в этом моменте он путается на самом деле. Благо в действительности – это то, что соответствует в развитии, соответствует моменту прогресса. Вот все, что соответствует развитию, прогрессу в развитии общества, человечества, то и есть благо. Разве благо не подвержено разрушению? В каком смысле? Ну, предположим, через зло, через столкновение в сфере того же блага. Так нет, ну, вот если мы выражаем благо через развитие, говорим, что про момент прогресса в развитии, то развитие как таковое, оно… В студии прогресс шел? Да, да, вот, подождите, развитие как таковое, оно противоречиво. В нем два момента, мы об этом говорили в предыдущих занятиях. В нем есть прогресс и регресс. Вот то, что соответствует прогрессу – это благо. Но поскольку они в единстве, прогресс и регресс, и они в развитии, в любом развитии, вы всегда найдете момент отрицательный. То, что вы называете злом, а мне не хочется это называть злом, потому что это, ну, такое понятие, как бы, из Библии, можно сказать, да, не очень оно научное. А вот регресс – это уже научное вполне, вполне научное понятие, да. Поэтому всегда, когда мы говорим про прогресс, про момент прогресса в развитии, там есть и регресс. Они находятся в единстве, потому что это моменты. Никуда они не деваются. Так вот, благо – это то, что соответствует прогрессу. Вот и все. Вот то, что соответствует прогрессу, то, что прогрессивно, то является благом для общества. И поэтому, как бы, с одной стороны, можно говорить, что там благо – это, как бы, классовое понятие, с одной стороны. Ну, и если говорить про добро, это вообще классовое понятие. Если мы говорим про общество, то нужно определить тот класс, который выражает интересы всего общества. Интересы которого совпадают с интересами общества. И тогда мы говорим о благе или о добре, да, потому что добро, скажем, для класса капиталистов и для рабочего класса – это разные вещи. А вот если мы говорим про благо для общества, то это благо совпадает с благом для рабочего класса. Потому что интересы рабочего класса выражают интересы всего общества в данный конкретный момент, в данный конкретный исторический момент. Вот, поэтому, итак, значит, мы разобрались, что у нас есть добро и благо, мы будем называть, можно называть добро, можно называть благо, а можно называть прогресс Итак, идея добра заключается в том, что нам общество нужно преобразовать, ну или не общество, вообще там, материю нужно преобразовать И, ну, общество это тоже, это высшая форма организации материи, да, общество нужно преобразовать, а преобразовать в соответствии с чем? И обратно мы возвращаемся В соответствии с идеей, в соответствии с понятием В соответствии с понятием, нет, еще раз, идея говорит о том, это целеполагание, цель То есть общество ставит перед собой цель, или индивидуумы ставят перед собой цель преобразовать, сделать такие преобразования, которые будут соответствовать понятию Которые мы на прошлом шаге откопали Потому что те понятия, которые мы откопали, они как бы, мы же изучаем диалектику, это не просто слепок, текущий слепок мгновенной там материи Это материя в развитии, то есть понятие говорит не только о том, что сейчас в материи происходит, но куда она должна развиваться Ну и в том числе и в каких формах она должна развиваться То есть, соответственно, вот это преобразование материи в соответствии с понятием, это и есть идея добра Прогресса Идея прогресса, можно говорить, да То есть, если мы преобразовываем материю в соответствии с ее понятием, то это прогрессивно Так, про идею добра разобрались. Абсолютная идея, как синтез теоретической идеи и практической идеи. А синтез это что такое? Синтез как понимаете? Как противоречие. Нет. Я сейчас буду что-то синтезировать. Да и соединение просто. Вот соединение двух идей, то есть взять взятие этих двух идей в единстве. Синтез. Да, то есть мы все время на самом деле, поскольку, поскольку, познание. Синтез категории, извините. Нет, не синтез категории, а... Синтез категория? Синтез категория. Ну да, конечно. То есть я могу говорить, что я узнал несколько новых категорий при чтении второго тома. Ну, можете говорить. Можете говорить. Да. Итак, мы берем эти две идеи в единстве. Почему мы их берем в единстве? Вроде кажется, что мы вот поняли мир и вроде его надо преобразовывать. И как бы они, ну, первое, очевидно, идет за вторым. Теоретическая идея. Надо разобрать теоретическую идею. Если мы глубже начинаем копать теоретическую идею, то мы понимаем, что познание мира, оно бесконечно. Оно бесконечно. Вы не можете познать все, весь мир, как бы полностью выразить понятия. Да, мы можем к этому стремиться, но это бесконечная деятельность. Поэтому познание мира – это бесконечная деятельность. Соответственно, и преобразование мира – бесконечная деятельность. И поэтому они в единстве образуют. Вы должны и познавать мир, и изменять его. И опять познавать, и опять изменять. И опять познавать, и опять изменять. В соответствии с понятием. Вот отсюда и этот, когда мы говорим про синдос, про единство, про соединение этих двух идей. Вот именно что абсолютная идея – это бесконечное познание и преобразование мира. Они просто взятые, рядоположенные эти идеи. Да, вытекающие из предыдущего. Да. И становясь основой. Основа чего? Да, что-то я улыбнулся. Про основу вы тут… непонятно, чего основа. Основа – это понятие. Нет, нет, никакой тут основы нет уже. Основа осталась у нас в учении о сущности. Она снята тут полностью. В смысле, основа есть, но она снята. Так, хорошо. Еще что-то хотите сказать или все? Спасибо. 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 Так, ну давайте мы на выступлениях закончим. И обратимся к тем работам, которые были присланы в систему дистанционного обучения. Так, я быстренько зачитаю по традиции тех товарищей, кто получил зачет. Андрей Владимирович, значит, зачет с замечанием получили. Андрей Владимирович Бабин, Сергей Александрович Блуднин, Иван Александрович Гапонов, Дарья Александровна Гапонова, Нина Андреевна Дмитченкова, Данил Зелединов, Илья Львович Иовлев, Дмитрий Анатольевич Каленов, Роман Рафадинович Капрынин, Александр Климов, Антон Каптюк, Римма Эдуардовна Поротова, Евгений Олегович Юркевич. Зачеты получили. Александр Подоплелов, Данил Сергеевич Прохоровский, Владимир Валентинович Рахманов, Николай Владиславович Шаров, Иван Олегович Шинцов, Андрей Викторович Гулевич, я не проверил его еще работу. И, соответственно, у нас Держ Викторович Мохин получил незачет, но мы сейчас об этом тоже поговорим. Давайте я коротко расскажу о том, какие ошибки и недочеты мной были выявлены при рассмотрении работ. Значит, в целом недочетов и ошибок не так, чтобы очень много было. В общем, такое ощущение, что товарищи разобрались, по крайней мере, с основными вопросами. Только вот почему-то вопрос о материалистическом истолкновании, который был самый последний, по-моему, он был взят только одним человеком. Хотя, вроде, этот вопрос такой достаточно интересный, но простой, на самом деле. Но сейчас к этому мы вернемся. Так, Андрей Владимирович Бабин пишет, что понятие, как снятая бытие, через которое просвечивает сущность, это понятие в объективном смысле, оно представляет ту или иную вещь или тотальный объект по своему понятию. Есть то, что является сущностным, то есть такое, которое является проявлением сущности на поверхности. Тут некая мешанина у вас, на самом деле. Возможно, это даже какой-то кусочек из рассуждений Гегеля, но именно прямо рассуждений, вырванных из движения какого-то. Если мы говорим о понятии, как снятом бытии, да, вы пишете, что понятие – это снятое бытие, да, почему-то снятое бытие, понятие – это и есть бытие, это снятая сущность, это бытие, через которое просвечивает сущность. Да, вот это вот тут просто вы ошибку сделали. Понятие не есть снятое бытие, оно как раз и есть возвращение к бытию. Это такое бытие, через которое просвечивает сущность. Так, третий вопрос. Идея состоит в том, что… Вы отвечаете, видимо, на вопрос об идее познания и пишете. Идея состоит в том, чтобы преобразовать объект в соответствии с понятием. Не познание, а идея добра. Вы, видимо, рассматриваете вопрос этот. И не идея состоит в том, чтобы преобразовать объект в соответствии с понятием, а идея добра, идея преобразования мира состоит в том, чтобы преобразовать объект в соответствии с понятием. А если говорить просто об идее, это мысль, отвечающая на вопрос, что делать, что мы хотим делать. Сергей Александрович Блуднин. Понятие – это такая сущность, которая вышла на поверхность и стала бытием. При рассмотрении сущности вытекает бытие. Да, у вас как-то бытие вытекает. Непонятно, почему оно вытекает и откуда оно вытекает. То есть, какое-то течение чего-то у вас наблюдается. Выходит на поверхность бытие, появляется на поверхности. Дальше вы пишете правильно. Обогащенное знанием сущности бытие, через которое просвечивает сущность. Это правильно. Так, дальше вы отвечаете на вопрос о единичном, всеобщем и особенном. И пишете, единичное содержит в себе и всеобщее, и особенное, и единичное. Что-то как-то не очень. Единичное содержит в себе единичное – это не очень хорошо. Во-первых, единичное, всеобщее и особенное – это моменты чего? Кто знает? Ну, когда мы говорим о единичном, особенном, всеобщем – это моменты чего? Это моменты понятия. Понятие мы изучаем, его моментами является единичное, всеобщее и особенное. Вот это, кстати, немногие написали. Почему-то вот и тут у вас получается, что у единичного – это момент всеобщее, и особенное – это момент единичного. На самом деле, это все моменты понятия, и все они образуют целокупность. То есть, если мы говорим о единичном, то мы одновременно говорим и о всеобщем, и об особенном. Нету ни такого единичного, которое не представляло бы всеобщее и особенное. И наоборот, любое всеобщее выражается или реализуется в чем-то единичном. Не бывает всеобщего без единичного. И поэтому они не единичное содержат в себе что-то, а это моменты понятия. То есть, это неразрывные понятия. Иван Александрович Гапонов. Идея истины – преобразование существующего мира в соответствии с передовыми идеями. Отлично. Идея истины – это преобразование существующего мира в соответствии с передовыми идеями. Что такое передовые идеи, интересно? Как определить передовитость, так сказать, этих идей? В общем, для того, чтобы… Да, идея истины – это не преобразование существующего мира в соответствии с передовыми идеями, а идея познания мира. Вы тут перепутали. И дальше не в соответствии с передовыми идеями, а изменение объекта в соответствии с понятием. То есть, приведение объекта в соответствии понятию. Когда мы говорим о понятии, его уже не надо раскрывать. А что такое передовая идея, совершенно непонятно. Фашизм – это передовая идея или нет? Я думаю, что в Германии с 40-х годов, или середины 30-х годов, считалось, что фашизм – это вполне себе передовая идея. И что это? Идея истины, ну или идея блага, то, что вы перепутали. Это преобразование существующего мира в соответствии с передовыми идеями. Это как-то очень сильно сказано. Так, Дарья Александровна Гапонова. Смотрим, что тут. Да, идея истины рассматривается. Истина – соответствие объекта понятию и понятия объекту. Идея истины – истины. Познание истины. Но как-то странно, идея истины – это познание истины, масло масляное. Идея истины – это все-таки представление, выражение объектов понятий. То есть, выявление такого понятия, которое соответствует объекту. Так, Дудниченкова Нина Андреевна. Понятие, как снятое бытие, через которое просвечивает сущность. Понятие – это отрицание сущности. А сущность – есть снятое бытие. Ну, это все как бы правильно. Да, понятие – это отрицательная сущность, а сущность – снятое бытие. Только почему в понятии просвечивает сущность? Непонятно. Надо как-то более конкретно писать. Так, остальное тут все нормально Даниил Залилединов Товарищ пишет об абсолютной идее Пишет, абсолютная идея есть чистая форма понятия Которая созерцает свое содержание Как самое себя Не очень я понял, что такое Что здесь имеется ввиду Чистая форма понятия, которая созерцает свое содержание Как самое себя Ну и что? Так а что такое абсолютная идея? Вы тут не раскрыли Так, Илья Львович Иовлев Идея блага Это идея преобразования мира Преобразования жизни Ее улучшения в соответствии с замыслом Опять появился какой-то замысел Это что за замысел такой? Уж не творца ли случайно это замысел? Или еще кого-то? Чей это замысел? Идея блага Это идея преобразования мира В соответствии с понятием С понятием Вот понятие Если истинное Если мы выразили понятие, соответствующее объекту То и объект нужно приводить в соответствии к этому понятию Так Дмитрий Анатольевич Каленов Пишет Да, вот единичные, особенные и всеобщие Моменты в понятии Ну как бы так можно говорить Но это не совсем точно Это моменты понятия А не в понятии Так Диалектика Материалистическая логика Движение категорий Субъективной логики Да, вот товарищ Раскрывает вопрос Говорит После понятия Должна рассматриваться Объективность А не субъективность Что проследуется В движении категорий Ну как бы кажется Что вы Чего тут Как бы Мысль эту верную Где-то пытались ухватить Но она ускользнула от вас Поскольку Поскольку Что значит После понятия Должна рассматриваться Объективность Мы вообще находимся В сфере изучения Понятия Что значит После понятия Должна рассматриваться Субъективность Не очень понятно Так Александр Климов Да, ну давайте На этом вопросе Как раз остановимся Значит Что значит Диалектика Материалистическая логика Движение категории Субъективной логики Если мы возьмем То движение категории Которое есть В субъективной логике У Гегеля Да, то мы увидим Что первое Что он Рассматривает Это Субъективность Да И сразу же Рассматривает Всеобщее Особенно единичное Для того Чтобы Говорить о субъективности Должен быть Какой-то субъект Который Как бы Появляется Но почему-то Появляется позже То есть Фактически Из Объективной логики И от субстанции От Такого Возвращения К наличному бытию Которое Произошло В субстанции Мы вдруг Прыгаем В субъективность Хотя Следовало бы Конечно К этой субъективности Прийти При помощи того Чтобы Как раз Вывести А кто Эту субъективность Будет выражать И Таким образом Следовало бы Сначала Рассмотреть Как раз Механизм То есть Рассмотреть Часть отдела Объективности Второго отдела Объективности Механизм Потом Рассмотреть Химизм В том числе И организм Хотя У Гегеля Этого Раздела Нет Просто потому Что Во времена Гегеля Про Органические Соединения Знали Очень мало Потом Рассмотреть Как раз Вопрос О телеологии То есть Целеполагании Средства Субъективная Цель Средства Выполненная Цель И так далее Дальше Надо рассмотреть Жизнь Живой Индивидуум Процесс Жизни Род И Вместо Того Чтобы Ити В идею Познания Как раз Которая Уже Заключается В том Что нужно В понятии Выражать Объекты Нужно Как раз Вернуться В Отдел Субъективности И Пройти Этот отдел Изучая Как раз Само Понятие Поскольку Мы дошли До жизни И до Живого Индивидуума Этот Живой Индивидуум Это понятие Может выражать Как всеобщее Особенно Единичное И дальше Как раз Идут Выражения Тех Суждений В котором И мы Как живые Индивидуумы Говорим О Понятии То есть Сначала В Различных Формах Суждений Их тут Много И Но на самом деле Они достаточно Простые Они все Состоят Они все Состоят В форме Единичное Субъект И предикат Где в качестве Субъекта И предиката Берется То особенное То единичное То всеобщее И они Меняются Местами Собственно Говоря Там ничего Больше Особенно Сложного Нет Ну и Различные Различные Варианты Этих Суждений А дальше Умозаключения Идут Различные Опять же Гейн рассматривает Различные фигуры Так называемых Умозаключений Умозаключения Состоит Из Обычно Трех Элементов Опять же Которыми Являются Единичные Особенно И всеобщее И они Различным Образом Сочетаются Друг с Другом Дальше Следовало Как раз Пройти Вот этот Отдел То есть Пройти Суждений Умозаключений Короче Двумя Уж Поскольку Идея Объективна Истина Это отрицание Отрицание Непонятно Почему Истина Это отрицание Отрицание Истина Это соответствие Понятия Объекту И если мы говорим Про диалектическую Истину В том смысле Которым Мы обсудили То это И соответствие Объекта Понятию То есть Приведение Объекта В соответствие С понятием И третий Вопрос Вы отвечаете И пишете Что абсолютная Идея Это по Простому Сказать Отрицание Понятия Но это тоже Неверно Абсолютная Идея Это единство Идеи Познания Идеи Истины И идеи Добра Идеи Преобразования Мира Поэтому Я в вашем Ответе Не сумел Найти Ни одной Правильной Мысли И предлагаю Вам Эту Эту работу Переписать То есть Написать Ответ Правильный Хотя бы На один Вопрос Так Александр Подоплелов Тут Товарищ Пишет Что бытие И сущность В понятии Будучи моментами Сливаются Воедино Бытие И сущность Не являются Моментами Понятия Бытие Понятие Это и есть По форме Своей Просто бытие А Сущность В нем Снята И просвечивает Светится Роман Роман Рафадинович Капрынин Идея Истины Выражение В понятии Объект Но это просто Не соответствует Правилам Русского Языка Что вы тут Хотели написать Непонятно Идея Блага Преобразование Объекта В соотношении Понятия Опять Русским Русским языком Здесь Как-то с русским Языком Плохо Причем вы почему-то В конце предложения Ставите запятую В конце предложения В русском языке Ставится точка Так Ну Правда Здесь вы На третий вопрос Так сказать Собрались Видимо И написали Что абсолютная идея Это идея Единство двух Идей Истины И благо За что И получаете Оценку Зачтено Но с Замечаниями Так Это все На самом деле Что я хотел Те работы Которые хотел Сегодня Разобрать Давайте Перейдем К вопросам Если они Есть То есть Любые вопросы Не обязательно Касающиеся Учения Понятий Ну и Если какие-то Есть вопросы К учению Понятий Давайте Их тоже Разберем Такие Наверное Общие вопросы А Как можно В жизни Использовать Диоретический Метод Ну Какой-то Пример Ведь Элементов Диоретического Метод Множество Как Ну Им Овладеть Смотрите Для того Чтобы Использовать Диалектический Метод Надо Во-первых Понять Что такое Метод Осознание форм Внутреннего Самодвижения Содержания Предмета Изучаемого Предмета Да Итак Что здесь О чем здесь Идет речь Метод Осознание формы Внутреннего Самодвижения Содержания Изучаемого Предмета То есть Изучаемый Предмет Имеет В себе Какое-то Самодвижение То есть Он Саморазвертывается Самодвижение Саморазвертывание Этого Предмета И Это Саморазвертывание Происходит В какой-то Форме Так вот Если Мы Осознали Эту Форму Это Значит Что Мы Осознали Метод Если Мы Говорим О Диалектическом Методе Да То Здесь Нужно Иметь В Ввиду Следующее Ну Во-первых Все В Диалектическом Методе Диалектический Метод Подразумевает Что Движение Имеет Логические Переходы Которые Связаны Друг С другом Да То есть Нету Ничего Висящего В воздухе Дальше Ну Вот Если Мы Скажем Диалектический Метод Рассматриваем На примере Капитала Маркса Да Там Как раз Диалектический Метод Применен К Экономике Это Наиболее Выдающийся Пример Применения Диалектического Метода К Анализу Экономических Процессов Происходящих В обществе Да Есть ли еще Примеры Применения Систематических Систематических Примеров Применения Диалектического Метода К Изучению Ну Там Если мы Говорим Другие науки Не марксизм Там Таких Таких Примеров Нету А Ну Есть попытка У Энгельса Применить Систематических Я имею ввиду Что Когда Ну Целая Система Развертывается Прямо От начала До Результата Таких Примеров Я не знаю Но При этом Скажем Значит Да В Капитале Это Развертывание Происходит Энгельс Пытался Сделать Написать Книгу Да Диалектика Природы Где Пытался Сделать Какие-то Наметки На то Как Должен Диалектический Метод Применяться В различных Точных Науках Но Мы видим Просто По Даже По форме Этой Книги Что Она Не Дописана Просто Напросто И Там Какие-то Есть Куски Которые Очень Интересны К изучению Но В целом Они Такую Систему Собой Не Представляют А Это Ну Вообще Диалектический Метод Он Он Необходим Необходим Там Где мы Изучаем Какие-то Сложные Формы Движения Материи Скажем Физическое Ну Если Мы Говорим О Физическом Движении Да Там Материи То На самом Деле Ну Там Диалектический Метод Тоже Можно Применять И Вообщем Вообще Говоря Когда Когда Речь Идет О Скажем О Изучении Законов Там Как пускулярно Волнового Дуализма Чувствуете Что-то И то И то И волна И частица Как-то В общем Это От Формальной Логики Мягко Скажем Далеко Тут Как бы Явное Противоречие Изучается Вот То есть Какие-то Элементы Диалектического Метода Конечно Появляются И в других Науках Но Систематического Изложения Ну Вот так Нету Просто Потому Что Видимо Я это Объясняю Тем Что В Точных Науках Ну Скажем Физику Можно Относить К точным Наукам Там Можно Стихийно Так сказать Становиться На позиции Диалектического Метода И В общем Этим Обходиться А В Сложных Общественных Науках Которые Сложнее Чем Точные Науки Там Без Строгого Следования А Диалектическому Методу Не обойтись Никак Вот Все Так Еще Вопросы Есть Какие Хорошо Дорогие товарищи Если Вопросов Нет Я Предлагаю Тогда Закончить На сегодня Спасибо Спасибо Редактор субтитров А.Семкин